добрый день дорогие друзья пришло время нашего очередного урока надеюсь что соединение интернет соединение не подведет нас на сей раз и не будет никаких прекращений но все равно какую-то секундочку-другую мы подождем может быть появится вот да вот владимир здравствуйте присоединился к нам еще появится если будут какие-то замечания пожалуйста вот сообщайте в эту субботу во-первых я всех поздравляю вас с началом нового месяца начался месяц кислеф месяц кислеф очень важный месяц месяц когда праздник ханука праздник ханука праздник освобождения праздника победы света над тьмой важный праздник всем привет кто смотрит нас если требуют какие-то неполадки пожалуйста сообщайте и в эту субботу мы начинаем мы читаем главу толдот глава толдот примерно выпадает именно на это время либо перед месяцем кислеф или прямо в начале месяца кислеф и она очень важна толдот толдот это происхождение порождение именно с этой главы по существу начинается уже конкретной конкретное изложение истории еврейского народа потому что еврейский народ конечно же наш праотец авраам наш праотец и цхак без этого конечно никуда мы не денемся но собственно наше порождение порождение или происхождение народа конечно же связано с именем яков и именно в этой главе яков рождается рождается и сафи у старший брат и яков близнецы яков и саф это близнецы тема определилась самой недельной главой потому что вот пойти вот это вот противостояния и 10 противостояния и сава якова она нас преследует всю жизнь и те кто начинает заниматься иудаизм умеете кто с детства это делает почему-то всегда воспринимает якова как положительный персонаж абсолютно хороший а и саф отрицательный знаете вот как вот кощей бессмертный баба яга это всегда плохо а вот герои там принцессы или принц это всегда хорошо вот такое вот ревиальное восприятие текста видимо тебя тянущиеся еще с детского с детского восприятия вот их людей она всегда я еще раз напоминаю что главное когда мы читаем пятикнижие когда мы читаем тару это понять что мы не понимаем вот так скажем понять где у нас происходит нестыковка с текстом вот в этот момент на самом-то деле все и начинается и вот я начинаю читать нашу недельную главу как я определил тему нашего разговора просто первый стих нашей недельной главы меня сразу же у меня сразу завелось огромное количество вопросов вот я считаю вот происхождение и цхака сына авраама авраам родил и цхак масломастер во первых слово толдот само слово толдот на иврите означает порождение вот порождение и всегда когда говорится о порождении говорится о том кто идет после да то есть если допустим поражение папа порождение авраама это естественно ишмаэль и цхак тоже порождение цхака мы ожидаем что дальше будет звучать писав яков нет мы почему-то возвращаемся обратно вот порождение и цхака сына авраама две точки и мы ждем кто кто же там порождение и вдруг предложение возвращается к началу авраам родил исхака почему это разве порождение порождение исхака это то что будет идти за ним почему возвращаемся обратно этот вопрос отвечать можно по-разному конечно по разному я в данном случае отвечаю так что вот есть вещи очевидные вот абсолютно очевидные вещи то есть то что авраам родил исхака ну лишь не авраам родилась как это произошло благодаря аврааму и его жене саре они вдвоем родились как она в данном случае программе имеет отношение к тому что исхак родился это очевидно это очевидно авраам родил также еще и ишмаэля и ишма является первенцем так вот когда авраам родил исхака это это абсолютная очевидность а вот то что исхак унаследует аврааму при наличии ишмаэля вот это не очевидно потому что первенец ишмаэль и вот это вот не очевидность у нас решала и решает женщина сара сара сказала что тебе унаследует ишмаэль тебя не унаследует и всевышний сказал чтобы он слушали значит вдруг когда идут происхождение дальше что будет дальше тара вдруг возвращается к очевидному к абсолютно очевидным авраам родил исхака . это очевидно об этом никто спорить не будет это факт а вот дальше что-то происходит неладное дальше как раз рассказывается о истинном происхождении исхака рассказывается что его жена не могут родить что она бездетно написано а кора и что исхак присутствие своей жены молит всевышнего наследники и сказано что она беременеть да несмотря на то что она кора исхак видимо молитва его настолько сильна и велика что в это ревка и забеременела ревка жена его и дальше написано следующее в и троццу оба ним бекерба и нечутся суетятся дергаются банин два сына у нее внутри ватомер и сказала она им кен лама з аннухи если это так почему я тоже непонятно то есть ей почему-то не понравилось то что происходит у нее в очреве у нее в животе происходит нечто знает ли она что там двойня конечно не тогда не было ультра саунда и видимо до того момента до того момента как до того момента пока не родится не неизвестно кто родится просто неизвестно поэтому она не знает что у нее двойня в дальнейшем когда она скажет пойду попрошу всевышнего то есть будет молиться и или просить пророков сообщите ей говорят о том что в ее чреве два народа что там двойня идет и но сейчас она не знает она видит что может не знаю может быть женщина чувствует что у нее там нет скорее всего она не знает что там вот этот плод ведет себя очень странно вот это и троцит суд для нее видимо там происходит что-то невероятное и чтобы понять вот это слово и троцит суд мы естественно обращаемся к раши и раша дает на это два комментария ну во первых по тексту мы сразу понимаем что оба ним написано в и троцит су оба ним мы читатели знают что там будут сыновья оба ним написано во множественном числе мы знаем что там сыновья поэтому для нас уже как бы все открыто она-то не знает а мы знаем и вот их движение какие-то вот это вид рот сицу для нее очень странная для нас наверное понятно но раши дает нам два комментария на эту тему мы-то читавшие эту книгу знаем что один из них это и сам другой из них это яков но рифка пока этого не знает какие комментарии нам дает раши он говорит что слово и троцит суд ну тогда суета толкание может быть рассмотрено в двух смыслах смысл хорошо всегда опирается либо на какой-то мидраж либо на какое-то высказывание из пророков значит и троцит суд первый вариант это реца 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 это бег вверх ларуц бежать и он объясняет так что когда рифка проходила мимо место изучали тару и там метраж указывает что она была и шива эвера эвера еще ему было и шива ну видимо них самих не жили достаточно давно мы видим от питающего которая была имя организована до мучения короче говоря потому что дотора была на горе синаи но до этого люди знали была цепочка получения этого знания и передачи этого знания она всегда существовала и вот когда рифка проходила мимо того места где изучали вот это вот учение один плод пытался вырваться туда рад сбежал туда то есть одна одна часть живота вдруг устремлялась туда когда она проходила мимо места где поклонялись идолам было так называемая было служение идолам вдруг другая часть живота пыталась рвануться в эту сторону вот этого трица бег как бы плод пытался убежать в разные стороны как бы вот раздвоился и вот это и показалось странно значит первое слово это слово рица бег и он мечется в разные стороны причем одна однажды в одну сторону одно учение другое учение второй смысл этого слова рицуц рицуц означает взрыв то есть есть мощное противостояние есть битва и столкновение и что-то разлетается на мелкие куски рицуц и он пишет что и воевали два брата между собой за то кто унаследует два мира и воевали два брата за то кто унаследует два мира мир духовный и мир материальное причем они как воевали за то чтобы обладать и тем и другим не то что допустим и сам воевал за материальный мир а я кого воевал с духовными нет и сам яков выливали за то чтобы завоевать этот и другой мир чтобы владеть и миром духовным и миром материальным знаете два комментария абсолютно различные один комментарий говорит о том что вот эти два начала два брата пытались разойтись они разбегались в разные стороны да у них была абсолютно разная идея идеология единобожия многобожия идеология различными было они пытались разойтись второй комментарий говорит наоборот они слились в битве они воюют друг другом причем они воюют за одно и то же за обладание двумя мирами и тот и другой воюет именно за обладание двумя то есть за одно и то же то есть первый комментарий они разбегаются второй комментарий они наоборот сливаются в борьбе как два борца которые бьются друг столкновение просто в слип уйдет они ведут себя очень по-разному ну если разбегаются и разбегаются за все понятно если селись то селись но когда это и другое тогда возникает естественно вопрос в дальнейшем когда вот они рождаются вот они рождаются то там очень интересно первым рождается иса написано что первый вышел весь красный и весь так как волосяной плащ весь покрытый волосом волоса у него волосатый как уже зрелый мужчина и написано и назвали его и со писав от слова осуй то есть сделанный он был маленький конечно плод но он был уже готов он был такой маленький но мужчина уже весь покрытые волосами а иса в слово а суть и назвали его во множественном числе то есть все кто присутствовал назвали его именем леса поэтому мы говорим что иса в осуй сделанный законченный он символизирует материальными знаете как животные животные рождается уже готовы а ночью слабенькая но через два-три часа но станет на ноги уже сможет бегать и прыгать и так далее то есть животные достаточно быстро адаптируется в этой жизни в отличие от младенца человеческого который долго долгий путь пока он растет следующий за ним держа за его пятку а пятка это экиф держа за его пятку выходит второй и потому что он держится за его пятку экиф его называет я оков я оков держащийся за пятку причем там называют во множественном числе все называют исава исав а здесь кто-то один называет его я оков без раши в том числе и раши говорит о том что один это сам всевышний его называют я оков экиф почему пятка потому что это конец то есть он продолжение он то что завершить все если исав все начинает то я оков все завершить он символизирует собой в данный момент духовное начало духовное начало мира он не покрыт волосами он не готов и в дальнейшем действительно исав человек поле охотник а я оков сидит внутри он сидит в шатрах внутри внутреннее содержание типа сердца души то что внутри а исав то что снаружи таким образом мы видим два начала исав материальное начало и яков духовное начало возвращаемся к первому комментарию рицунс борьба за два мира мир верхний мир нижний мир духовный и мир материальный если исав воплощает из себя в себе мир материальный самый материальный за чит он тогда хочет материю поднять вверх если ему нужен материальный мир у него уже есть значит ему чем нужен духовный мир Значит, он материальность должен поднять наверх, его задача. Почему ему нужен духовный мир? Чтобы вот эту материальность туда поднять. Если Иаков воплощает в себе духовное начало, то ему наоборот, ему нужна материальность. То есть он должен духовное спустить вниз в материю и одухотворить материю. Мы здесь видим, как ни странно, два пути служения. Путь служения Исава – это когда материальное поднимается вверх. Путь служения Яакова – когда духовное спускается вниз. И когда дальше сказано, что Ицхак, отец, любит Исава, а мать Ревка любит Яакова, то, видимо, мы говорим также о двух путях служения. Что для Ицхака, который совершил полностью свое исправление, исправление этого мира и самого человека видится в том, чтобы материальный Исав поднял всю материальность в духовный мир. Поэтому он должен этого ребеночка, первенца своего, пригласить к себе, дать ему благословение, и через это благословение Исав сможет исправить весь мир, поднять всю материальность вверх. Ревка видит этот процесс диаметрально противоположным. Она убеждена, что исправление мира произойдет другим способом. Что духовность через Яакова будет спускаться в этот мир и исправлять материальность. И Ревке это дано через пророчество, потому что, когда она вопрошала Всевышнего, или там через пророка молилась, ей сказали, что два народа в ее чреве, и там сказано, что старший будет служить младшему. То есть старший это тот, кто родится первым, а первый родился Исав. Значит, она уже знала через пророчество, что Исав должен служить Яакову. Другое дело, другой вопрос, почему она не поговорила со своим мужем, почему она не поговорила с Исхаком. Потому что я так думаю, что мировоззрение Исхака, что материальность должна быть поднята вверх, оно было очень глубоким. И он в это верил. И он был убежден, что именно через Исава, через своего первенца произойдет исправление всего мира, и все вернется в Ганедом, то есть произойдет полное исправление. И поэтому Ривка, видимо, была настолько мудрой женщиной, что понимала, что на самом-то деле дискуссия в этот момент неуместна. Дискуссия со своим мужем может состоять в том, что кого в жены возьмут их сыновья. Когда Исав берет хитийских, дальше в этой же главе написано, себе двух жен из хеттов, написано, что горькими стали души Исхака и Ривки. И Ривка, обращаясь ко всему своему мужу, говорит, что нет, что Яаков не должен себе жены брать из местных женщин. И тогда Исхак с Ривком соглашается и отправляет его под Анарам, к Лавану, чтобы там построить семью. Вот на этом уровне Ривка может спорить или разговаривать со своим мужем. Но на уровне духовных путей, видимо, этот спор абсолютно бессмысленен. Таким образом, мы видим два брата, старший и младший, Исав Яаков и два пути служения. Служение Исава поднимать материальное, и служение Яакова опускать все вниз. Мы все время говорим и утверждаем то, что Тара – это книга, в которой рассказывается о строении, о построении еврейского народа для служения. И это построение, все время, я об этом не устаю говорить, происходит именно через семью. Создается семья, и через семью будет все это служение происходить. Но мы же знаем, когда была создана семья, самая первая семья, произошел тот самый инцидент, когда старший брат убивает младшего. Каин убивает Гевеля. И в дальнейшем, чтобы семья состоялась, этот грех, он может быть невольный. И, по моему убеждению, Каин не собирался убивать Гевеля, он его просто приносил в жертву. Понятие убийства тогда не существовало. Но все равно поступок произошел, проступок произошел. Как сказано, земля от пролитой крови была проклята, она прогоняет Каина, и это нужно исправить. Это нужно исправить. Пока мы это не исправим, мы не можем создать целостной семьи. И вот смотрите, где начинается это исправление. Это исправление начинается на уровне Исаф-Яаков. Ведь Исаф-Яаков, тоже начинается их конфликт с самого начала. Он задается внутри. И дело не в том, кто хороший и кто плохой. Я предлагаю вообще на этом уровне не рассматривать их отношения. Здесь речь идет о другом. Что вот этот конфликт Исаф-Яаков начинается прямо до рождения. Еще в отчреве начинается этот конфликт. Он, этот конфликт, выходит наружу. Наружу. Всякого рода перипетии случаются. То есть первородство, проданное первородство. Дальше отобранное благословение. Причем отобранное достаточно таким скользким путем, так скажем. Явный обман. Существует явный обман. И когда переодевшийся Яаков приходит к Ицхаку. Ицхак слабовидящий спрашивает. Сын мой, ты кто? И Яаков говорит. Я первенец твой Исаф. Из текста слов не выбросишь. Можно трактовать это как угодно. Но сказанное сказано. То есть Яков, он говорит неправду. Он не Исаф. И Ривка ему, когда Ривка устраивает, а все устраивает Ривка, когда она его настраивает на это, а Яков говорит, меня отец проклянет, это же обман. И Ривка говорит, все будет на мне. Не волнуйся, я беру все на себя. Ты действуй. Она его переодевает в одежду Исафа. Она обмотала его руки шерстью овец, потому что сам волосатый, а Яков гладкий. То есть обманным путем это благословение берется. И после этого, когда Исаф узнает, он как бы дает обещание, что когда отец умрет, он убьет Якова. Мы возвращаемся к Каину и Эвелю. Но здесь уже сознательное убийство. Сознательное. И дальше, что будет происходить на этом фоне, что когда Яков возвращается, и навстречу ему движется Исаф и 400 всадников. Понятно, что Яков полагает, что это его смерть. Не только его, но и всей его семьи. И вместе с тем, Якову удается сделать так, что братья встречаются как братья и обнимаются. Да, там нет любви, там есть какая-то внутренняя ненависть и неприятие, но все-таки даже на фоне этого они обнимаются как братья. Но исправление еще не происходит. Когда же произойдет наконец исправление? Я просто делаю шаги вперед. Исправление произойдет в тот момент, когда Иосиф, Иосеф и Иуда обнимутся. То есть это еще будет не скоро, это будет в Египте, вся история с братьями, продажа Иосефа и прочее, и прочее. То есть вот для меня точка исправления греха Каина и Эвеля это тот момент, когда Иосеф открывается, кто он, он говорит, я ваш брат Иосеф, и братья обнимаются. Вот в этот момент происходит исправление греха Каина. Но чтобы это произошло, должны быть этапы. И вот для меня первый этап – это как раз отношение Исава и Яакова. Необходимый этап для того, чтобы прийти к Иосефу и его братьям, к исправлению греха Каина по отношению к Эвелю. Значит, мы говорим о двух началах. Мы говорим о начале Исава и о начале Яакова. И эти начала должны объединиться. Это как две стороны одной медали. У медали не может быть одной стороны. Не может быть Исава без Яакова, и не может быть Якова без Исава. Они соединены, они братья. Знаете, вот если Ишмаэль и Исхак – они тоже братья, но они братья по отцу. У них разные матери. Поэтому мы говорим о разные народы. Исав и Яков – от одних родителей. Это однокровные родные братья. У них отец и мать – одни и те же. И они дополняют друг друга. Они друг без друга не могут существовать. Это не то, что там Исав – какая-то отрицательная линия, вы знаете, такая ущербная линия, а вот Яаков – это правильная линия развития. Я так не рассматриваю. Это две линии развития, которые абсолютно необходимы. И чтобы дальше возник еврейский народ, ведь что должно произойти? Яаков должен превратиться в Исава. Он не желает этого, но он идет в эту сторону. Кто его заставляет? Ривка. Она его переодевает. Она прямо вкладывает в его уста слова. Я – сын твой Исав. Исхак его потрогал, ощупал. Действительно. И говорит – руки, руки Исава, а голос, голос Яакова. Происходит объединение. И действительно, когда Исхак вдохнул запах одежды Исава, он говорит – запах моего сына, как запах поля, в котором есть Всевышний. Поле – это Исав, в котором есть Всевышний – это Яаков. То есть, вот этот обман, ну, обман, да, он приводит к объединению. Яаков становится немножечко Исавом. И поэтому Лея и Рахель, вот две сестры, причем Лея была предназначена Исаву, поэтому она плакала и чуть не выпукла все свои глаза, поэтому глаза у нее были такие, на ящицы. Лея была предназначена Исаву, Рахель была предназначена Яакову. Так вот, когда Яаков становится немножечко Исавом, он вынужден взять в жены Илею и Рахель, потому что и та, и другая должны создать еврейский народ – 12 колен, 12 сыновей. Я думаю, что если бы Яаков не взял на себя часть Исава, он бы не мог потом превратиться в Исраэль. Ведь Яаков, взяв на себя Исава, взяв на себя земное, пустив в себя земное, дальше уходит на территорию Лавана, после которого он становится Исраэль, Яшар-Эль. То есть прямо к Богу можно прийти, только объединив духовное и материальное начало, то, что мы говорим человеку. Да, плоти, кровь, плоти, кровь, плюс душа, которые в тебя вдохнули. Поэтому Исав и Яаков – это две части, если их не соединить, не возникнет народ. Что в каждом из нас есть Исав и есть Яаков. И нельзя сказать, что одно плохое, другое хорошее. Нет, просто путь Исава – путь поднятия материи, путь Якова-Исраэля – опускание духа в материю. И тот, и другой путь приемлемый. И этот конфликт, конфликт Исава и Якова в каждом из нас, он никуда не девался, он есть. И он, видимо, необходим. И вот это вот борьба тех самых двух начал в материальном мире, материального и духовного, которые необходимы для того, чтобы прожить эту жизнь. Поэтому здесь задается определенное условие в самом начале, необходимое для создания народа. И поэтому, когда идет речь о… кто родился, вот происхождение Исхапы. Либо нужно говорить, вот происхождение Исхака – Исав и Яков. Но Тара почему-то не хочет этого делать, потому что она видит, что это все гораздо сложнее, что идет происхождение, конечно же, по Якову, но без Исава это невозможно. Но называть Исава и Якова одинаково почему-то текст не желает. Поэтому они возвращаются к Аврааму. Авраам родил Исхака. Это абсолютный факт. С этим никто не спорит. Конечно, это не порождение Исхака, это наоборот порождение Авраама. Ну, мы пропускаем это или обсуждаем это, я уж не знаю, как это получается. Вот я хотел обратить внимание на такую деталь. И когда мы сталкиваемся в текстах Тары, с какими-то персонажами, с какими-то людьми, я думаю, что никогда не следует раздавать им какие-то четкие, ясные функции или качества. Вот Исав это очень плохо, А Яков это очень хорошо. Это не так. Все, видимо, должно быть. И в конце, в следующей главе, там будет перечисление всех порождений Исава. И они тоже, видимо, они нужны. Они нужны для какой-то цели. Главное нам понять, что Исав и Яков – это две части одного целого. И что в каждом из нас есть и то, и другое. И то, и другое. И что Яков, если бы он не присвоил себе часть Исава, он никогда бы не стал Исраэлем. Вот это вот нужно понять. И это в каждом из нас, и это борется. Вот это я вам хотел рассказать. Я гляну, может быть, кто-то мне задает вопросы. Всем привет, привет, привет. Так, вопросов я пока что не вижу. Так.